Завывающий ураганный ветер в Джунгарских воротах, как называют этот горный проход, уникальная природная аэродинамическая труба. Воздух сжимается и ускоряется до рекордной величины 70 метров в секунду. Именно здесь были установлены одними из первых в Казахстане ветряные электростанции. Использование ветра, солнца, воды, возобновляемых источников энергии для развития промышленности и нужд общества – один из принципов экономики будущего, или, как ее принято называть, зеленой экономики. Термин «зеленая экономика» появился два десятилетия назад. Это экономика с высоким уровнем качества жизни людей, бережным и рациональным использованием природных ресурсов. Новый подход – ответ на мировые вызовы. Уменьшение энергетических ресурсов, экологические проблемы, глобальный дефицит воды. Объемы промышленного производства, использования природных ресурсов, земли как таковой, достигли таких масштабов, что без коренного изменения человеческой деятельности в области природопользования невозможно, так сказать, обеспечить дальнейшее развитие человечества. В этом плане, вот, один из основных характерных черт этой зеленой экономики является ресурсы энергосбережения и переход к новым альтернативным, называемым источникам энергии. Казахстан, учитывая динамическое поступательное развитие, разрабатывает и принимает программы, которые помогли перейти к зеленой экономике. Одна из таких последних программ – это стратегия «Казахстан-2050», которая непосредственно направлена на то, чтобы Казахстан пришел. к 2050 году на зеленую экономику, которая отвечает всем необходимым требованиям. Переход на зеленую экономику – новая задача для всех стран. Первые успешные проекты доказывают, что благодаря такому подходу успешнее развиваются регионы, появляются новые рабочие места, растет социальная стабильность. Так в Бразилии восстановили сельскохозяйственные земли, усовершенствовали систему ухода за почвой и сбор урожая. Немецкий Тортмунд превратился из столицы угольной индустрии в центр нового зеленого инновационного производства. Создание в Казахстане зеленой экономики – одна из задач в концепции развития страны до 2050 года. Зеленая экономика – это понятие емкое. Она охватывает не только экономическую сферу, экологическую сферу, но она, в принципе, является основой для дальнейшего социально-экономического развития мирового сообщества. Основа благополучия человечества через более оптимальное, рациональное использование тех ресурсов, которые мы имеем, а главное, чтобы все производства окончательно, безотходно работали. Была возможность возобновления всех процессов, разработать такие технологии, которые мы называем чистыми. То есть, вследствие использования этих технологий не наносится вред окружающей среде. Первый этап стратегической концепции Казахстана по переходу к зеленой экономике – экономия в глобальном государственном масштабе. На предприятиях, фирмах, полях и в каждой семье. К 2030 году 15% пассивных площадей будут переведены на водосберегающие технологии. В сельском хозяйстве стоит задача поднять продуктивность угодий в полтора раза к 2020 году. На 25% необходимо снизить расходы воды на промышленных предприятиях. Для реализации этих и других задач в Казахстане планируют изменить законодательство и инвестировать в строительство и модернизацию очистных сооружений. Государство намерено стимулировать внедрение инновационных технологий для повышения энергоэффективности. У нас в стране принимались очень значимые государственные программы, как, допустим, та же программа модернизации ЖКХ, в основе которой энергоэффективность. То есть, если мы при строительстве новых объектов используем энергоэффективные технологии, строим более пассивные дома, то есть менее потребляющие энергию. И при этом, допустим, старые дома, которые были выстроены еще в 70-80-е годы, наши хрущевки, их благодаря программе, выделению государственных бюджетных средств, можно будет модернизировать, заменить коммуникации, установить приборы учета, чтобы можно было в доме регулировать подачу тепла. Мы при этом изучали опыт европейский, например, Восточная Европа, там точно такие же, как наши пятиэтажные хрущевки были. И вот за последние 15-20 лет, когда страны Восточной Европы приняли такую же программу и провели модернизацию, допустим, у них отпала необходимость строительства дополнительных ТЭЦ, потому что была достигнута огромная экономия. Модель энергетики Казахстана создается в Назарбаев университете. В ней описывается вся энергетическая цепь страны. От добычи полезных ископаемых и выработки энергии до доставки ее конечному потребителю. Казахстан получил в наследство от Советского Союза энергетическую инфраструктуру, которая уже устаревает, и в ближайшие 15-20 лет практически две трети энергетики будет обновляться. И у нас есть уникальная возможность создать энергетику на правильных, зеленых принципах. Сейчас в Казахстане 80% электроэнергии вырабатывается из угля. Для развития новых заводов и производств понадобятся дополнительные энергетические мощности. В стране не планируют отказываться от существующих электростанций, но они будут значительно модернизированы с учетом зеленых технологий. У нас есть значительные угольные запасы, и от этого богатства нам надо отказываться. Просто технологии, которые пользуют уголь, тоже могут быть чистыми. То, что мы имеем сейчас, это технологии 50-50-х годов прошлого века. Есть технологии газификации угля, есть технологии очистки выбросов угольных электростанций, которые позволяют в значительной степени уменьшить нагрузку на экологию от таких энергетико-приятий. На экспериментальном полигоне в Назарбаев университете установлены ветровые мачты и солнечные панели. С их помощью ученые и студенты вуза занимаются изучением альтернативных источников энергии. Первое, что выходит, вообще надо научиться пользоваться той энергией и теми технологиями, которые уже существуют, более эффективно. Хорошо ли мы пользуемся той энергией, которая у нас есть. Экономим ли мы свет, экономим ли мы тепло, вот это очень важно. Второе, возобновляемая энергетика, солнечная энергетика, ветровая энергетика. Сегодня она повсюду на слуху, о ней много говорят. Очень много предложений идет со стороны ученых, и уже появляется интерес со стороны реальной экономики. То есть уже несколько проектов планируется реализовать на территории Казахстана, на строительстве ветровых станций, солнечных станций. Определив переход к зеленой экономике государственным приоритетом, в Казахстане начали большую программу научных исследований, экспериментов и промышленного внедрения новых экологичных технологий. Это делается для того, чтобы создать в Казахстане зеленую инфраструктуру. Мойнакская ГЭС мощностью 300 мегаватт на реке Шарын – одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий Казахстана. Ее ввели в строй в 2012 году. Глубокий и узкий каньон Бестюбе позволял создать объемное водохранилище без потерь пахотных земель. Здесь не было городов и поселков, требующих переселения жителей, а главное – естественный перепад высот, благодаря которому вода несется с гор, создавая большой напор, позволил возвести новую гидроэлектростанцию с соблюдением всех экологических норм. В разных регионах Казахстана сейчас возводят ветровые и солнечные станции. По государственным программам к 2050 году доля альтернативной и возобновляемой электроэнергии должна составить 50%. Казахстан богат не только традиционными ресурсами, как мы с вами говорим, уголь, там, допустим, нефть, газ, которые являются, во-первых, невозобновляемыми, то есть они в конце концов закончатся, во-вторых, значит, использование их приводит к загрязнению окружающей среды достаточно сильно, в том числе и парниковыми газами. В то же время Казахстан имеет возобновляемые источники энергии, с точки зрения их запасов, гораздо даже больших, чем то, что нужно Казахстану. То есть мы сейчас, фактически, если мы с вами будем полностью использовать возобновляемые источники энергии в виде солнца, ветра и гидроэнергии, мы полностью перекроем наши потребности в этих вот ресурсах, мало того, имеем возможность продавать их за ручку. Энергия. Это слово переводится с греческого как «действие, мощь». Впервые термин появился еще в работах Аристотеля. Физик Томас Юнг в 18 веке использовал термин «энергия», заменив им слова «живая сила». Открытие новых источников энергии всегда приводило к новому витку эволюции, а их доступность – к экономическому прорыву для государств. К 2017 году Казахстан намерен сделать серьезный прорыв в применении новых зеленых технологий. В Астане пройдет выставка «Экспо-2017». Ее главная тема – энергия будущего. Одна из задач выставки – передача современных энергосберегающих технологий, которые сейчас активно внедряются в развитых странах, молодым экономикам. И в первую очередь – Казахстану. Эта инициатива президента Нурсултана Назарбаева называется «Зеленый мост». Она способствует внедрению принципов зеленой экономики в развивающихся странах мира. Все факторы зеленой экономики с точки зрения энергии будущего как раз будут реализованы в Казахстане. Мало того, будет представлена масса такого рода уже коммерческих продуктов и проектов. И ясно, что Казахстан, который будет наиболее, наверное, активным участником этой выставки «Экспо-2017», может подчеркнуть, наладить отношения, контакты со многими организациями и странами, которые бы позволили Казахстану перейти от энергозатратной экономики к зеленой экономике. Таким образом, можно будет с большей уверенностью строить программы для достижения цели стратегии «Казахстан-2050». Казахстанские ученые готовят к «Экспо-2017» свои проекты. И не только в лабораториях. Многие идеи уже внедрены на производство. Так в технопарке Алатау под Алматы используют светодиодную технологию «Гринлайт». Она позволяет экономить электроэнергию. Технология проста. Около 10 или 15 пластин, склеенных между собой, и промазанных люминесцентным порошком. Внутри монтированы светодиодные светильники. Принцип использования их в парках не обязательно всю ночь держать их включенными. То есть, когда мы включаем светодиодные светильники, частицы люминесцентного порошка заряжаются, и рассеивают дальше свет, до рассвета. Новые технологии внедряются и в сельском хозяйстве. Умные системы позволяют использовать энергию солнца и экономить воду. Одним из якорных проектов «Сэйспид», который работает в области зеленой экономики, является компания «Глобал Грин Индастри» со своим проектом интеллектуальной системы орошения. Данная система позволяет получать информацию о текущем состоянии ваших полей, о текущем состоянии ваших теплиц, независимо, где бы вы ни находились. Оборудование компании «Глобал Грин Индастри» позволяет передавать по Wi-Fi ту информацию на сервер. И где бы вы ни находились, вы сможете всегда проверить эту информацию. Зеленая экономика – это также развитие органического сельского хозяйства. Сейчас всего 10% земель Казахстана загрязнены химикатами, и это очень низкий показатель по сравнению с другими странами мира. Использование на селе зеленых технологий позволит Казахстану стать страной органического сельского хозяйства и поставщиком экологически чистого продовольствия. Сейчас на селе тоже внедряют новые технологии, и в первую очередь – в орошении. На базе Вячеславской школы поставили мельницы, в этих мельницах использовали капельное орошение. Когда увидели выгоду капельного орошения, там, где особенно не хватает воды, получается, население, вот огородники увидели, и теперь сегодня там где-то около 240 домов имеют это капельное орошение, то есть купили шланги, насосы, собирают воду, и этой водой, допустим, орошают свои участки и получают урожай. Пожалуйста, реальный пример. Простой, доступный. И если мы тиражировать будем в поливе использования капельного орошения, мы в разы сберегаем нашу воду. Это очень важно. Эксперты коалиции «За зеленую экономику» развернули по всей стране образовательные программы. В аулах они собирают фермеров и рассказывают о новых способах экономии воды, использовании органических удобрений и выращивании новых засухоустойчивых культур. Удачный опыт распространяют по всей стране. Например, в Акмолинской области активно используют солнечные сушилки. Травы, грибы, ягоды, которые удалось высушить таким экологическим способом, с радостью берут в магазинах. Сейчас ищут казахстанские компании, которые бы могли наладить промышленное производство сушилок. Как показывает первый опыт, на селе хорошо понимают экономические преимущества новшеств и активно их внедряют. В Алматинской области, например, посмотрели возможности развивки вермикультуры. То есть это черви, калифорнирские черви. То есть попробовать получение натурального биогумуса. А биогумус позволит поднять плодородие. Опять же начинаем с огорода, чтобы массовость будет тогда, когда большое количество людей это опробуют, посмотрят и увидят перспективность его уже в промышленном развитии. И вот на наши учебные тренинги приходят не только те, кто сидят пока без работы на селе, но и бизнес-структуры. Они находят для себя интересным. И в этом мы увидели для себя большую перспективу. То есть пока мы говорим в высоких кабинетах о возможности зеленой экономики, а на селе, в принципе, оно уже делает свои робкие, но уверенные шаги. Земля может давать людям не только продукты питания, но и экологически чистое топливо. Во многих странах мира сейчас развивается производство биоэтанола. Его производят из сахарного тростника, кукурузы и других культур. Автомобили, двигатели которых работают на смеси биотоплива и бензина, гораздо меньше обычных загрязняют окружающую среду. Казахстанские ученые тоже работают над созданием недорогого биотоплива. Такие технологии, которые позволяют перерабатывать целлюлозу, которые уже нельзя пустить ни в какую-то деревообрабатывающую промышленность, и прямая дорога в биотанол. Такие биотехнологии уже начинают появляться. Они, к сожалению, еще, может быть, не до конца доработаны. То есть они еще чуть-чуть дороговаты. Биотанол получен таким образом, он может быть, например, на 10% дороже быть обычного этанола. Как только он становится на 10% или на 2% дороже, он уже становится никому не нужен. Поэтому здесь наша задача в том, чтобы удешевить этот процесс. Еще одно из перспективных направлений для зеленой экономики Казахстана – экотуризм. По данным Всемирной туристской организации, вообще туризм обеспечивает 5% мирового валового национального продукта. В развивающихся экономиках доля сферы составляет до 45%. Каждый день туризм генерирует около 3 миллиардов долларов доходов в мире. Каждое 12-е рабочее место за этой отраслью. В последние годы в мире бум экотуризма. Философия этого направления проста. Ничего не оставлять, кроме следов на снегу или песке. Ничего не убивать, кроме своего времени. Ничего не увозить, кроме фотоснимков. Экотуризм – это путешествие в мир дикой природы. Как правило, люди, особенно в мегаполисах, стремятся после трудовой недели побыть в тишине, в уединении вместе с дикой первозданной природой. Мы раньше сетовали, что в СССР не было хороших дорог, труднодоступные места. Но это позволило сохранить золотой век именно девственной природы. И сегодня Казахстан имеет уникальные туристские ресурсы, которые возможны для развития экологического туризма на высоком международном уровне. У нас есть два очень сильных, мощных турпродукта, которые мы можем предлагать на мировой арене. Это бизнес-туризм, потому что мы – держава, имеющая великолепные ресурсы энергетические. И плюс – это нетронутая, великолепнейшая природа. Это завораживает и это привлекает огромное количество туристов. На территории Казахстана действуют 118 особо охраняемых природных территорий с первозданной природой. Это уникальный бор на востоке, Каспийское море на западе, Боровое в центре и Баянаул на севере, озеро Аллахоль на юге и десятки других уникальных мест, которые привлекательны для экологического туризма. Туризм занимает третье место в экспорте товаров после машиностроения и нефтехимии. И, конечно, мы очень сильно зависимы от сырьевых ресурсов нашей страны. Это нам дает возможность избавиться от так называемой голландской болезни. Согласно концепции, выделяется пять хластеров развития. Это Южный Казахстан, Восточный Казахстан, город Алма-Аты, Каспийское море, курортная зона Киндерли и Щучинская Боровская курортная зона. В этих регионах это будут точками роста. Будут развиваться национальные четыре проекта и 20 региональных проектов. Здесь хотелось бы отметить, что особая роль будет принадлежать развитию экологического туризма. Для нас это очень важно, потому что вы представляете, что наша страна очень богата, у нас очень много красивых и живописных мест. Казахстанцам надо отдыхать в нашей стране. Размер инвестиций для создания в Казахстане зеленой экономики составит ежегодно в среднем 3 миллиарда долларов США. Большая часть – это деньги частных инвесторов. Преобразование экономики позволит к 2050 году увеличить ВВП Казахстана на 3%, создать более 500 тысяч новых рабочих мест, сформировать новые отрасли в промышленности и сферы услуг, обеспечить высокие стандарты качества жизни. И это – серьезные шаги к решению поставленной цели войти в 30 наиболее развитых стран мира. Зеленая экономика – это экономичная экономика. Экономика, которая позволит населению улучшить качество жизни. Это основной концепт перехода к зеленой экономике – улучшение качества жизни, улучшение среды обитания, сохранение биоразнообразия, экологии. И если все это будет приумножено, мы только от этого выиграем. У нас будет здоровое население, здоровые дети, мы будем питаться здоровой продукцией, использовать безвредную энергетику, скажем так, в производстве бутон. И это все то, ради чего можно стремиться и ради чего исполнять или реализовывать концепт перехода к зеленой экономике. Потому что результат эти виден, и он только на благо нашего общества. Волонтеры общественного объединения «Посади дерево» проводят лекции в больших и маленьких компаниях Казахстана по теме «Зеленая экономика». Они показывают, какой экономический эффект может принести предприятию использование энергосберегающих ламп. И как расфасовка мусора спасает планету от загрязнения. Что такое экологическое сознание? Экологическое сознание – это когда у человека возникает связь непосредственная с планетой, с Землей, как с единым целым организмом. Вот когда человек уже начинает чувствовать, что Земля и он – нечто единое, все, которые предлагаются экологические проекты, я думаю, что не нужно будет принуждать человека, участвовать в таких акциях, не нужно будет человека много пропагандировать и тем более заставлять принимать активное участие в оздоровлении природы нашего Казахстана. В этом году в Казахстане государственные организации и волонтеры высадили сотни тысяч деревьев. Вчерашние саженцы сегодня зазеленели. Яркий, насыщенный цвет маленького листочка и глубокий оттенок могучей кроны деревьев – зеленый цвет экономики, как цвет надежды, что ученые найдут решение, чтобы противостоять глобальным вызовам. Государственные задачи будут реализованы, а каждый из нас будет бережнее относиться к природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова